Вызывали, товарищ полковник? А, Зубов, заходи. Ходоков и твой солдат. Так точно, мой солдат. Так какого, понимаешь, твои солдаты писем не пишут? Никак нет, товарищ полковник. Пишут. А я говорю, не пишут. И заставляют волноваться своих бабушек. Вот, пожалуйста, дорогой внучек, два месяца, как от тебя, ни строчки. Пожалуйста, у тебя что, вроде бумага кончилась? Или твои бойцы писать разучились? Никак нет, товарищ полковник. Пишут. Умеют. Умеют, да? Так вот, пусть пишут, пока бабушки живы. Ясно тебе? Ясно. Вызывали, товарищ капитан. Да. Почему, Прохоров, твои солдаты писем бабушкам не пишут? У нас что, вроде бумаги нет? Да вроде есть, товарищ капитан. Может, ты им мало свободного времени выделяешь? Никак нет, товарищ капитан. Значит так, сержант. Сейчас ты сядешь вместе со своим бойцом и напишешь письмо бабушке. А лучше десять. Вызывали, товарищ сержант? Что, Ходоков, забыл, как буквы выглядят? Или букварь в первом классе скурил? Никак нет, товарищ сержант. Чем занимался? Форму гладил. Ты чего, Ходоков, не мог любимой бабушке письмо написать, что у тебя все хорошо, и ты форму гладил? Чего вылупился? Почему письма бабушке не пишешь? Родной бабушке, которая выкормила и выничала твоих родителей. Так я и никогда не писал. А вот теперь будешь. К вечеру, чтобы было написано сто писем. Понял? Понял. И чтобы все разные. Лично проверим. Ну что, Ходоков, сколько писем написал? Сорок три. Смотри, Ходоков, не успеешь на ужин, не пойдешь. Не понял. Ходоков, ты что, халтуришь, что ли? Почему здесь и здесь написано бегали? Я же сказал, разные письма. Так они разные. Просто здесь марш-бросок, а здесь прокрос. Да? Ну ладно. Слушай, Ходоков, а ты что, бабушку свою не любишь? Люблю. Тогда кто тогда свидание пишет? Надо писать. Целую, твой внук. Учишь, учишь вас, все как песок. Ходоков, ты что это тут делаешь, а? Письма бабушке отправляю. Ты что, отставить? Хочешь, раз она всегда от любимой бабушки избавиться, что ли? А что? А ничего, хочешь, чтобы у нее инфаркт был? Письма будешь отправлять по одному через день, не чаще. Понял? На год должно хватить. Сколько уже опустил? Двадцать. Е-мое. Короче, Ходоков, стоишь здесь, охраняешь ящик и караулишь почтальона. Понял?